это здание с черными штуками вот это вот это морские ворота короче это здание в таком виде с 1400 какого-то года и выполняет функцию крана или кран ворота называется по-моему кран ворот то есть подъезжает корабль там наверху какие-то барабаны и разгружался так раньше 4 рабочих могли поднимать груза до 6 тонн с помощью системы блоков опускается мост мы сейчас посмотрим на него запишем таймакс и пойдем по нему как раз и перейдем ну вот он и совсем опустился сейчас наверно там какие-нибудь закрепляющие устройства поставятся и можно будет ходить вот он этот мост который опускался а тут рядом стоит катер и это катамар огромный катамаран есть не видел ни разу я думал сначала просто проходил обычный корабль а нет необычный так идем на мост интересно прямо посмотреть где линия куда он опускается как она выглядит а вон там это еще обычная часть да катамаран вот это тоже катамаран сейчас его надо снять и вот здесь и вот здесь он опускается самолетик ну сейчас но сейчас мы 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 л Поехали! Ну, короче, вот вчера снимали этот корабль, дошли до него, это музей, не знаю, мы, наверное, туда не пойдем, но вот тут вокруг, около него какая-то субмарина и огромный движок, просто каких он низких размеров, огромнейший, а там винт, нет, не винт, непонятная вот эта штука какая-то. Так, вот они, кран ворота, променад, там вон мы обычно гуляли, а сейчас мы с другой стороны, и оказалось, что туда еще провести протока, и там стоянка яхт, пойдем смотреть и мечтать. Старые какие-то суда, наверное, заброшены уже, вон все эти какие-то старые, все ржавые, непонятно, ходят они, нет, либо она в вечном приколе. Очень уютный каналчик, переехать в Гданск и с утра уйти с ноутбуком сюда рыбачить, писать код и ловить рыбу. Что-то было бы круто. То есть, Эйвен не Кана, это в Эвелин можно работать. Энель, Энель дарит Мерседесы, и то не дарит, а так кредит на тебя оформляет, а Эвелин Косметикс тебе дает яхту. Да, она стоит, а не откроется пробелем. Опа. Ага, это то, что выкидываются в мусор, как расслабляется. Мы это даже в Грузии мы видели. Информация. Да. И, собственно, вот они, яхта. Кран старинный. Жураф портовый, да, портовый кран с конца 19 века. А вот они, яхта. Такая классная яхта и стоит в ряске. Фу. Интересно, что у этой яхты два руля. У многих яхт два руля. Да. Я не знаю, зачем, я сегодня только это увидел. Я думаю, что это именно у парусных. Это какая-то парусная система. А. Это какая-то вообще мощнецкая. О, у нее мотор какой. Сколько же там лошадок, как она гоняет. Ну-ка, может, написано. Ээээ, нет, это не цифра. Не понятно, но не знаю, может, 300 лошадей у нее точно должно быть. Чуть-чуть пить захотели. Водички сейчас. Дальше гулять. Шоколадо сколько. Слушайте, ну и тут мы нашли бы блошиный рынок. Так что сейчас быстро прошвырнемся. Уже времени много. Дофига людей, кто собрался. Посмотрим, что в остатке какие есть. Что интересного. Картины. О, прожекторы старые. Для фильмов, наверное. А, таблички Харли Дэвидсон. Блин, я дома такую повесил. И Кока-Колы, и Харли Дэвидсон. И рынок. Очень круто. Тут есть пластинки. Нет, это не пластинки, это номера машин. Мера машин. Ну, это от фильмов, по-моему. Съемок. Да, это все. Да, уж. Так, здесь что? Здесь диски. Винила нету. Да, это просто диски. Здесь нет винила. Это что-то диски такие? Интересно. Не знаю. Велик старый. Это что? Это копья. Копья, ничего себе. Не, а, книжки. Чаучки. Ты хочешь комикс? Ну, это надо их копить, видишь. А вот и винил. По ценам. Пятьсот и около семиста рублей. Нет, биджейс, вот, кстати, я бы посмотрел еще. Что за альбом? Я видел, видел, я и говорю, посмотрел бы, что за альбом. О, хью и льюис. Спортс, это как раз этот альбом выпустили, когда ну, в общем, там был большой прям выбор пластинок. Они все в хорошем состоянии, все запечатаны. Есть отдельная корзинка с супер дорогими экземплярами. Первый пресс или японские издания. Но я ж не повезу с Гданьского в Ротслав пластинку, чтобы потом отправить в Новосибирск. Так что легче, я, наверное, с ebay закажу как-нибудь что-нибудь нужное. Да, она в том, что он классный. Ну вот и включили подсветку. Теперь поинтереснее будет. Мы что-то два дня подряд ходили в такое не самое презентабельное время, когда уже темновато, серо все выглядит, а подсветки еще нет. И вот сейчас дождались. Пойдем опять по тем же местам, где ходили, но просто посмотрите, как город подсвечивается ночью. Смотри за то дом, обычно сделан под церковь, под храм. Ну так, если идем домой, то увидим кастель и лаван, и потом идем к... Вот здесь вот эти вот шоу-палки, что смотрят. Мне кажется, классно. Вот здесь вот шоу-палки. Продолжение следует... Продолжение следует... И сейчас надо позавтракать быстро где-нибудь и идти на вокзал. На вокзал идти 15 минут, поэтому есть время покушать. Ну а вообще резюмируя, мы очень довольны этой поездкой. Она хоть поломала, хотелось бы еще пару дней тут минимум задержаться. Но город вообще прекрасный. Самое главное, что непривычные чайки-то тормут постоянно. И это классно. Хотим вернуться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сколько нужно поляков, чтобы задолбать весь вагон? Шестеро. И причем даже в одном купе, даже закрытом. Всю дорогу орали. Заколебали ужасно просто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА